В Наринмаре состоялась очередная сессия собраний депутатов Ниньского автономного округа. В числе прочих вопросов, рассмотренных на сессии, депутаты приняли закон об исполнении окружного бюджета за 2020 год. Законопроект был подробно рассмотрен 15 мая на публичных слушаниях и в собрании депутатов на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко в своём докладе отметила, что прошедший 2020 год оказался одним из самых тяжёлых для экономики Ниньского автономного округа. Выпадение доходов казны достигло порядка 28% по сравнению с 2019 годом. Основные причины падения цен на нефть – пандемия коронавируса, затронувшая почти все отрасли экономики. Тем не менее, благодаря совместной работе исполнительной и законодательной властей выполнены основные расходные обязательства и сохранена социальная направленность окружного бюджета. В 2020 году доходы составили около 22 миллиардов рублей, расходы – более 23 миллиардов. Дефицит составил около полутора миллиардов рублей. Контрольно-счётная палата Ниньского автономного округа провела соответствующую проверку исполнения бюджета. Проверка показала, что отчёты соответствуют постановленным требованиям, полнота и достоверность отчётности обеспечены. В целом, бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 21 миллиард 927 миллион рублей. Наблюдается отрицательная динамика по доходам. По сравнению с 2019 годом доходы окружного бюджета в целом уменьшились. 2020 год был ковидный, сложный. В финансовом плане были значительно выпадающие доходы. И я даже проведу здесь аналогию с 2016 годом, чтобы было понятно. В 2016 году у нас была серьёзная кредиторская задолженность – порядка 300 миллионов рублей. То есть у нас останавливались стройки, у нас инвестиционные проекты были весьма напряжённые с исполнением. И даже у нас были проблемные вопросы с выплатой заработной платы, что удалось избежать. Поэтому вот эти уроки были учтены в том плане, что, как уже Татьяна Павловна отметила в своём докладе, была оказана помощь федеральным центрам в сумме 1,9 миллиарда рублей для выравнивания бюджетной обеспеченности нашего субъекта. Это важно. Работа с федерацией, о чём я постоянно говорю, я считаю, что это важное направление в работе. Также на сессии депутаты приняли законодательную инициативу о включении в число резидентов Арктической зоны Российской Федерации организации потреб коопераций и общины КМНС. В соответствии с федеральным законом о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне резидентами могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Вместе с тем, важную роль в реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне играют социально значимые потребительская кооперация и общины коренных мальчисленных народов Севера. Потребительская кооперация обеспечивает продовольственную безопасность в Арктической зоне, а также обеспечивает рабочие места. Общины коренных мальчисленных народов развивают и дальше сохраняют традиционные виды деятельности. Далее указанный проект федерального закона будет направлен в Государственную Думу, представить который предложено депутату Госдумы Сергею Коткину. На сессии регионального парламента в первом чтении также были приняты изменения в окружной закон о молодежной политике. Изменения в закон о молодежной политике вносится в связи с тем, что в декабре был принят федеральный закон, закон наш региональный принят в первом чтении, между первым и вторым будем прорабатывать, значительная часть изменений уже внесена, на комиссии и комитете это обсуждалось, но есть еще незакрытые вопросы, и депутаты разных фракций высказали свое мнение, будем их обсуждать. В принятом федеральном законе закреплены основные понятия. Так молодежью или молодыми гражданами является социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Также впервые вводится понятие «молодая семья», «молодежное общественное объединение», «специалист по работе с молодежью» и «молодой специалист», «самореализация молодежи». Уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также функционал государственных учреждений по работе с молодежью и требования к информационному обеспечению молодежной политики. Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.